Привет, меня зовут Анна. Продолжаем изучать математику и тема сегодняшнего урока – разрядные слагаемые. По плану у нас вопросы, что называется разрядом, что такое разрядные слагаемые и как использовать в вычислениях замену числа суммой разрядных слагаемых. Сложно? Давайте разбираться. Итак, перед вами число. Прочитайте, пожалуйста, его. Это число 35. Его записывают двумя цифрами. Это двузначное число. Цифра 5 обозначает единицы. Цифра 3 обозначает десятки. Есть ли в этом числе цифра, которое обозначает сотни? Нет, нету. Это число двузначное. Запомните, сотни, десятки и единицы – это разряды. Это те места, числа, в которые ставятся определенные цифры, чтобы получилось это число. Соблюдать разряды очень важно при записи чисел, потому что цифры, которые стоят на том или ином месте, они могут играть разную роль. Мы об этом с вами говорили на прошлом уроке. Давайте с вами вспомним, на прошлом уроке точно так же мы с вами обсуждали вычисление вида 30 плюс 5. У нас с вами три десятка карандашей и еще пять единиц. В итоге, если мы собираем все эти карандаши в одну коробку, получается 35 карандашей. Вот 30 плюс 5 – это будет сумма разрядных слагаемых. То есть у нас число 35 состоит из суммы чисел 30 и 5. Потренируемся. Посмотрите, какое число карандашей, какое количество карандашей у вас на экране? Мы видим, что здесь 5 десятков и 8 единиц. То есть у нас получается 58 карандашей. Если мы разложим это число на разряды, у нас получается 50, 5 десятков и 8 единиц плюс 8. Это 50 плюс 8 – это сумма разрядных слагаемых числа 58. Посмотрим здесь. У нас здесь 7 десятков и 3 единицы. Число 73. Если мы его запишем в виде суммы разрядных слагаемых, то мы получим 7 десятков, 70 и 3 единицы. 70 плюс 3 – это сумма разрядных слагаемых числа 73. Еще одно число. Потренируйтесь сами, остановите видео и сделайте то же самое, что мы делали только что у себя в тетради. Проверяем. Число 99. Сумма разрядных слагаемых числа 99 – это 99 десятков плюс 9 – 9 единиц. Посмотрим здесь очень простой пример. У нас 1 десяток и 5 единиц. Число 15. Число 15, его сумма разрядных слагаемых 10 плюс 5. А вот вопрос. Когда нам понадобится вот эта сумма разрядных слагаемых? Может мы вообще зря эту тему изучаем? А вот и нет. Смотрите. Нам нужно из 15 вычесть 5. Мы с вами знаем, что 15 – это сумма чисел 10 и 5. То есть 10 плюс 5 – это будет сумма разрядных слагаемых числа 15. Как мы можем сделать вычисление? Мы можем разложить на сумму разрядных слагаемых число 15 и от единиц отнять единицу. То есть у нас вот эти пятерки уходят. Единицы уходят в сторону. Мы их зачеркиваем. Остается сколько? Остается 10. Один десяток. Вот его мы и будем писать в ответе. Этот пример кажется простым и возможно вы скажете, что вам не нужно использовать здесь этот способ, да. Не нужно раскладывать число 15 на сумму разрядных слагаемых. Но когда мы будем изучать числа до миллиона и так далее, вам это очень пригодится. Хорошо бы, чтобы мы это усвоили с вами на таком простом материале. Так что дома попробуйте потренироваться, да. Используйте учебник, рабочие тетрадки, если это будет необходимо. А можете попридумывать выражение самостоятельно. Так, ну что, еще одно задание. Потренируемся. У нас даны равенства. Нам нужно найти все числа, которые записаны в виде суммы разрядных слагаемых. Остановите видео и попробуйте найти их самостоятельно. А мы проверим. Итак, 76 это 60 плюс 16. Это не сумма разрядных слагаемых 60 плюс 16. Это просто сумма числа 76. У нас, если бы было записано 70 плюс 6, это было бы верно. А сейчас это неверно. Убираем. Этот нам не подходит. Так, следующее 37 это 35 плюс 2. Тоже не подходит. Как записать число 37 в виде суммы разрядных слагаемых? Это 30 плюс 7. То есть у нас каждый разряд на виду, да. Каждое число это отдельный разряд. Так, хорошо, не подходит. 11 это 11 плюс 0. Сложный, но те, кто его не выбрали в качестве суммы разрядных слагаемых, да, оно не подходит. Да, это равенство нам не подходит. Вы молодцы, кто не выбрал. Почему? Потому что 11 представлено в виде суммы разрядных слагаемых как 10 и 1. 10 плюс 1. То есть нам не подходит. Смотрим на число 29. 29 это 20 плюс 9. Ну, здесь вы, наверное, увидели, да, 20 и 9. 29 действительно, оно так и образуется в виде суммы разрядных слагаемых 20 и 9. Но нам подходит, мы его оставляем. 50 это 40 плюс 10. Ну, подумайте сами. Нет, это не сумма разрядных слагаемых числа 50. Это просто сумма круглых чисел. Мы можем 50 записать в виде суммы разрядных слагаемых 50 плюс 0. Но это не совсем имеет смысл. То есть круглые числа мы можем не представлять в виде суммы разрядных слагаемых, нам это не пригодится. Так, не подходит. Следующее. 95 это 90 плюс 5. Здесь у нас сумма разрядных слагаемых 90 и 5 образует число 95. Это верно. Нам подходит. Оставляем. 84 это 70 плюс 14. Ну, скорее всего, вы уже поняли, что это не разрядные слагаемые. Это просто слагаемые, которые образуют число 84. И нам это равенство не подходит. Ну, последнее. 63 это 3 плюс 60. Кто из вас попался на ухищрение мое? Посмотрите, пожалуйста, здесь поменены местами слагаемые. То есть если мы с вами поменяем их обратно, 63 это будет 60 плюс 3. Да? Но поменяли местами. И при этом это остается, да, это выражение 3 плюс 60 остается суммой разрядных слагаемых. А мы с вами знаем, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Поэтому это тоже верно. Это оставляем. Ну что, кто из вас справился с этим заданием правильно? Кто отметил себе все эти три выражения? Вы большие молодцы. Поставьте себе плюсик в тетрадках. Это здорово, что вы научились в этом разбираться. Подводим итог. Разрядами называют место цифры в числе. Разрядные слагаемые показывают количество единиц в каждом разряде. И мы используем сумму разрядных слагаемых в различных вычислениях. В будущем мы будем это делать очень-очень часто. У меня на этом все. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующем уроке. Пока!